Приветствую вас. Я думаю, что самое сложное в вашей ситуации это признать, что вы несколько не такая, какой пытаетесь казаться. В том числе перед детьми, что вы можете быть слабой, что вы можете плакать, что вам может что-то не нравиться, что вас может что-то не устраивать, что вы можете чего-то хотеть, что у вас могут быть какие-то желания. Вот это, как мне кажется, основной важный момент в этой ситуации. И это, как мне кажется, больше всего вы себе игнорируете. То, что вы описываете и наглядно демонстрирует, что дети, ваши дети, как бы сильно вы их не любили, уже не способны вас мотивировать. Ну, вот не могут вас мотивировать ваши же дети. Этого мало. Нужно что-то большее. Я думаю, нужно что-то еще, а это что-то еще. Это вы сами. И потому ответ на ваш вопрос, откуда брать силы, достаточно прост и в то же время не очень. Силы вам нужны ради того, чтобы перестать жертвовать собой ради детей, как это вы делаете сейчас. Практика не знает ни одного случая, когда жертвы ради детей приносили бы что-то хорошее, что-то позитивное, что-то конструктивное. Тем же самым детям. Вот, чем быстрее вы это увидите, чем быстрее вы к этому приходите, тем лучше и легче. В общем и целом вам, как мне кажется, будет. Правда, это нужно еще научиться с собой не жертвовать. Это не так строится, как кажется, особенно если вы привыкли так поступать. Но психолог вам, конечно же, поможет. Если вы одна воспитываете ребенка, точнее ваших детей, если вы одна это делаете, то вам, естественно, тяжело. Потому что нет никого, кто мог бы дать вам возможность отдохнуть соответственно, нужно искать эту возможность вместе с детьми. Оставлять для себя возможность побыть с собой наедине и дать себе возможность расслабиться. Дать себе возможность услышать, услышать себя, услышать то, что вы чувствуете, например, то, что вы хотите, например, то, что вам нужно, например, и так далее. Если всего этого делать вы не будете, то с детьми у вас, скорее всего, будут серьезные проблемы. И это не сказать больше. Вот. Нам еще в своем стремлении быть хорошей. Мама может быть даже в своем стремлении быть идеальной мамой. Вы вполне можете забыть обычные человеческие отношения, где есть вместо стимул. Даже некий такой, я бы сказал, не идеальности возможно. Вот. Если вы это не идеальности себе не принимаете, то считайте вам очень сильно тяжело, гораздо сильнее, чем в любом другом человеке на вашем месте. Потому что я представляю, что такой человек может расслабиться, а вы нет. Такой человек может расслабиться, а вы нет. Такой человек может позволить себе что-то, а вы нет. Вот. То и получается, что одни, собственно, сплошные мучения. Вот. Вот. И ничего, в общем-то целом, хорошего. Вот. Поэтому, глядя на ваш текст, глядя на ваш вопрос, хочется спросить, за что же вы с собой так жесток? Почему вы с собой так жестоко обращаетесь? Ну вот. Почему приносите себя в жертву своим детям? Вот. Они этого не оценят, да и страшный это подарок. Поэтому работа нужна между нас тем, точнее, работа нужна тем, чтобы восстанавливать личные границы между вами и вашими детьми. Вот. Тогда появится возможность получать силы. А сейчас вы что-то спрашиваете, то какой вопрос вы задаете? Это история, как мне кажется, про то, что, ну вот, мне тяжело сейчас, я не справляюсь. Вот. Как мне начать справляться, не взбирая на то, что я физически не могу. Вот. Вот. Поставайтесь, что бы было, если бы по такому же принципу работали все люди. У нас менеджеры были бы президентами, работники исполнительного характера. Были бы на управляющих должностях, но вы сами знаете, что происходит в таких случаях. Вот. Я не думаю, что вам нужно это объяснять. Я думаю, что вы сталкивались, скорее всего, с подобным. И то же самое делаете вы сейчас. Следующий момент. Нервничайте. Из-за чего вы нервничаете? Если вы говорите про тревогу, именно, именно про тревожное состояние, то оно, тревожное состояние, может быть связано как раз с тем, как вы реагируете на те или иные вещи. Ну, точнее, как не реагируете, потому что если бы реагировали, то тревога была бы меньше. Тревога – это про отсутствие необходимой реакции на те или иные раздражители. Ваша жизнь. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно в первую очередь обратить свое внимание именно на это, на что я так реагирую. И дальше уже, собственно говоря, смотреть, куда двигаться, в каком направлении и так далее. Вот. Вот. Но пока что, на мой взгляд, ситуация такая, что фейерекция выпадает. Если бы это так, то я не удивлен тому, что вы тревожитесь. Вот. Ну, вероятно, вы могли бы испытывать куда более серьезные чувства. Так что, то, что вы ощущаете, это еще не самое страшное. Но ситуация, понятное дело, может измениться, если вы будете действовать в таком ключе и дальше. Поэтому я бы рекомендовал вам все-таки более как-то относиться к себе повнимательно. Потому что сейчас уж слишком вы, на мой взгляд, себе не цените. Слишком уж, на мой взгляд, вы к себе относитесь исключительно как к расходному материалу для детей. И говорить им так, что это я не могу больше быть этим самым обслуживающим персоналом для детей. Да. Что-то я вот. Вот подскажите мне, пожалуйста, как мне стать более лучше обслуживающим персоналом для детей. Ну, как бы, нужно, мне кажется, себя ценить. Ведь это то, чему, в принципе, вы учите своих детей, как себя так к себе относиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. прекрасно. 18-20,anos. Продолжение следует...